здравствуйте дорогие друзья подписчики и гости канала сегодня будет видео с разбором ошибок с разбором ошибок после опыления морковок если вы помните выкладывала я видео радостное такое видео о том что провела я опыление трех морковок на всех трех морковках завязались стручочки и что я очень-очень жду семян как вы понимаете семян у меня не получилось сейчас перед вами те три морковки которых я опыляла и я немного расскажу и покажу что с ними произошло в процессе вызревания семян ну точнее даже не то что вызревание семян а в процессе вот роста этих стручочков и чем этот рост стручочков в итоге закончился и так в один прекрасный или не прекрасный момент я увидела что у первой морковки начал желтеть стручок при этом вызревание стручков семян у катосетумов как у всех орхидеи длится в районе ну так 6 7 8 месяцев стручок уже начало желтеть примерно месяца через три решила я его для наглядности я уже видела такие стручки я в принципе знаю что будет внутри но решила и вам показать что же там будет стручок полностью уже пожелтел я его разрежу и какой стерильности соблюдать необходимости нету поскольку в этом стручке ничего нет то есть вот кажется что там есть какие-то штучки но нет это не семена это не семена в вызревшем стручке любой орхидеи семена выглядят совершенно по-другому он плотно набит пылью а тут вот эти штукенции они ты их даже так вот не снимешь ничего то есть ничего нету все плотно держится на стручке ничего не осыпается и за три месяца как бы не хотелось семена вызреть не могут через какое-то время начал желтеть и трескаться стручок и на следующей морковке естественно там была абсолютно та же самая картина я уже не стала дожидаться когда он полностью пожелтеет потому что это уже было ясно понятно что здесь тоже никаких семян не будет что это будет просто очередной не вызревший стручок видите выглядит он совершенно также в нем есть какое-то наполнение но это наполнение не является семенами возможно если бы он вызрел то как раз бы из этого всего бы семена бы и получились но это не семена повторюсь за три месяца у кота сетумов семена не вызревают и что самое интересное у всех была четкая закономерность когда стручок начал начинал желтеть и трескаться когда у морковок появлялись новые росты морковка просыпается и стручок начинает желтеть трескаться и отмирать это в принципе на мой взгляд тоже говорит о том что морковка перераспределяет силы у морков морковка проснулась морковка осознала что у нее нет сил растите то и другое и она жертвует стручком у третий произошло все тоже самое а теперь вернемся в настоящее как говорится и разберем ошибки на самом деле ошибка одна одна одинаковая для всех морковок и это ошибка в том что не нужно было проводить опыление морковок только полученных вы же помните что все три морковки которые я опыляла это все были новички прошлого года от биби орхис которые я только получила ну и как говорится они у меня только адаптировались и они у меня жили всего-то первый год есть такое негласное правило отработанное годами и подтвержденная моей ошибкой если можно так выразиться что опылять нужно крепкие крупные здоровые растения какими бы красивыми крупными и крепкими эти растения не были в прошлом году это были растения первого домашнего года в первый домашний год как ни крути все растения они более слабые чем последующие годы домашней жизни потому что это адаптационный год и мне нужно было просто не трогать их вот но сыграла мое дикое желание снова получить семена и как говорится я забыла о том что вы как сейчас выглядят эти морковочки кстати на самом деле они очень интересно и наглядно я так считаю выглядят напомню это клавесе том пьер каре который был деткой это была детка я ее сняла она выдала рост где-то ну по зиме наверное еще ведь он вырос маленький что детка оказавшись снятой с мамки превратилась из полноценного растения растущего на материнской бульбе в детку пусть и крупную и поэтому первый рост у нее вырос небольшой следующий раз как вы видите уже растет нормальный следующая морковочка это у нас тоже клавесе том ой все забыла ладно в общем это тоже клавесе там все они клавесе тумы у меня она это было не детка но увидите она осталась в размере одной бульбы а у нее было две почему потому что в один непрекрасный момент у нее материнская бульба загнила причем загнила вот мягко говоря на ровном месте то есть не было ни переливов ничего неплохой погоды чтобы она дольше сохла чем обычно просто в один прекрасный момент принеся ее на полив я потрогала ее бульбы поняла что она мягкая быстро и и отделила кстати где-то у меня даже было видео про это если найду я его вставлю вот я его нашла вот так это все выглядело это нижняя часть бульбы это гниль возникла посередине бульбы то есть она прямо такая мягкая на нее нажимаешь из нее прям сочится сочится какая-то жидкость и это еще ничего там где ты гнили было больше бульба выглядела прямо вот так то есть она покоричневела снаружи то есть и вот пока этим коричневым пятнам снаружи я поняла что происходит что-то не то потрогала ее она мягкая а внутри вот такая вот как говорится влажная каша естественно эту бульбу я удалила потому что оставлять гнилье на морковках это опасно поскольку гнилье очень быстро начинает двигаться по остальным бульбам и у нее тоже она в принципе она выдала два ростика и тоже у нее ростик вырос маленький то есть все она откатилась назад потеряв материнскую бульбу она откатилась назад до сегодня когда я принесла на съемку у нее оба ростика появились одномоментно но расти пошел только один и вот сейчас один в принципе вырос хотя он и маленький мне кажется второй начал расти ну посмотрим и третья у которой все замечательно она не теряла никаких бульб все у нее хорошо то есть она пришла с одной бульбой эту бульбочку она у меня в прошлом году вырастила и как видите новый рост у нее растет совершенно нормальный совершенно нормальных размеров и даже вот это их поведение она показывает что растения еще были не готовы к тому чтобы становиться матерями так скажем ибо процесс вызревания семян он достаточно много сил требует от растения поэтому растение должно быть большим крепким здоровым и но это я уже сама как бы для себя так решила что выбирая растения для опыления это должно быть такое растение которое в следующем сезоне не нужно будет пересаживать а мне же все эти морковки нужно было пересаживать они же у меня все во первых детку нужно было снимать и пересаживать эти двое они росли во мхе в живом их нужно было пересаживать стандартные посадки их обязательно нужно было пересаживать и честно скажем пока у меня стручки еще были нормальные я на них смотрела и я вообще не представляла как ей буду пересаживать вместе со стручками ну собственно морковки решили все за меня и проблема перестала быть проблемой вот то есть выбирая морковку для опыления это должно быть крепкое растение здоровое растение достаточно мощное растение и не требующие пересадки в следующем сезоне чтобы если вдруг что растение нужно было бы дергать и пересаживать вместе со стручком потому как ну не известно как пересадка повлияет на стручок может быть тоже как-то негативно ну и банально это просто неудобно что вот такой вот у меня вышел разбор ошибок да я немного расстроена но с другой стороны мое расстройство немного скрасилась фласочниками покупными все равно есть с кем понянькаться ну естественно я буду продолжать пытаться проводить опыление но естественно я уже не буду опылять новичков я буду опылять исключительно давно домашние растения крепкие большие сильные и не нуждающиеся в пересадке на следующий сезон на этом все всем спасибо за внимание до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok